Появилась у меня вот такая монетка в 2 евро. Очень любопытная. Дело в том, что классических композиторов надо бы, конечно, почаще, чтобы на монетах присутствовали. Но, тем не менее, дождались. Республика Италии выпустила 2-евровую монетку, посвященную Джузеппе Верди. На ней изображен очень такой приятного вида старичок. Усато-бородатый такой роскошный мужчина. Ну что ж, монета сама посвящена 200-летию со дня рождения Джузеппе Верди. Если более полно, Джузеппе Фортунино Франческо Верди. Родился в деревне Лерон-Колли близ Пармы 10 октября 1813 года в семье трактирщика. В деревенской церкви он помогал служить мессу. Заметив тягу сына к музыке, родители подарили Джузеппе Спиллет. Это весьма несовершенный инструмент. Композитор сохранил до конца своей жизни. На музыкально одаренного мальчика обратил внимание Антонио Боретци, богатый коммерсант и поклонник музыки из соседнего города Буссетто. Он верил, что Верди будет не трактирщиком и не деревенским музыкантом, а именно знаменитым композитором. По совету Боретци в 1823 году 10-летнему Джузеппе Верди, который получал начальное познание от деревенского священника, отправили в школу в Буссетто. Так начался новый этап его жизни. В воскресный день Джузеппе отправлялся в родную деревню, где играл во время мессы на органе, у Верди появился и преподаватель композиции, директор филармонического общества Буссетто Фернандо Провези. Учитель занимался с мальчиком не только контрапунктом, он зародил в Джузеппе увлеченных к серьезной литературе. Джузеппе заинтересовали Гетте, Шекспир, Шиллер, Данте. В 1832 году он решил поступить в консерваторию Милана, но вот попытка была неудачной, потому что он играл на фортепиано только на начальном уровне, а и судьи отметили его уровень как весьма слабый. Тогда Верди стал брать частные уроки и посещать концерты. Вот по возвращении домой борецы предлагают Джузеппе место учителя музыки для своей дочери Маргариты. В скорости молодые люди пламенно полюбили друг друга и в 1836 году Джузеппе женится на дочери своего благодетеля, но семейное счастье было недолгим. Оба их ребенка умирают в младенчестве. Спустя несколько месяцев, в июне 1840 года, 26-летняя Маргарита скончалась от энцефалита. И Верди, который в то время работал над своей новой оперой, был в шоке от безмерной, от безвременной ее кончины. И хотя в ноябре 1839 года в Театре Ляскала с большим успехом была поставлена его первая опера «Оберто, граф де Сан Бонифаччо». Личные трагедии, провал нового творения «Король на день» опустошили Верди настолько, что он даже подумывал бросить оперу. Но импрессарио Миланского театра Бартоломео Мерелли верил в дар композитора и дал ему прийти в чувства, вручил либретто Набуко по мотивам библейской истории о царе Новохадоносора. При чтении сценария и воображении Верди Ожил, успешный показ Набуко в 1840 году восстановил репутацию композитора. С тех пор она занимает стабильное место в репертуаре главных оперных театрах мира. За Набуко последовали сразу несколько опер, в том числе «Ломбардцы в крестовом походе» и «Эрнане», которые имели триумф в Италии. Вот за последующие десятилетия Верди обошел все великие оперные дома Италии и создал 18 опер за 15 лет. Кульминационным из которых стали Ригалетто, Трубадур, Преступник Травиата и в каждой из них отражена особая сторона дарования композитора. Признание этих опер раскрыл перед Верди новые возможности. К нему стали приходить новые заказы. В 1847-1849 годах Верди жил в Париже. Здесь он познакомился со своей будущей второй женой певицей Джузеппиной Стрипони. Впрочем, свадьба состоялась только через 11 лет сожительства, несмотря на то, что зачастую в обществе на это смотрели с неодобрением. В начале 1850-х годов Верди стал значимой фигурой, международной фигурой. Он выполнял поручения театра за пределами Италии. Делал такие вот, так скажем, оперы, сочинял для Санкт-Петербурга, например, он сочинил «Силу судьбы». Аиду для нового оперного театра в Каире сочинил. Дон Карлос для Парижа. И вот сицилийские вечери тоже для вот, ну вот, так, для разных оперных. Вот приятно, что он для России хоть что-то тоже сочинил. В том числе вот такую, может быть, малоизвестную, тем не менее, но тем не менее оперу. Вот в последнем творческом периоде Верди нужно отметить три музыкальные работы. Это Аида, Отелло и Фальстов. Эти оперы считаются пиками его творчества. Джузеппе Верди умер в Милане 27 января 1901 года, став одним из самых влиятельных композиторов 19 века. И по сей день его работы часто исполняются в оперных театрах по всему миру. Многие его произведения стали неотъемлемой частью массовой культуры. Продолжение следует...